Добрый вечер всем! Мы начнём говорить, надеюсь, что по дороге кто-то к нам ещё присоединится. Есть у меня такая надежда. И я обещал сегодняшнее занятие начать с вопросов, если они у вас есть, найдутся. Только мы немножко завершим тему предыдущего занятия. И сразу же я постараюсь предоставить вам возможность задать вопросы. Мы говорили о царе Узия, о его страстном стремлении зайти в храм и принести воскурение. И мы в нескольких источниках видим с вами, что воскурение – это необычный момент. Это необычный момент, что по своей идее мешкан, переносной храм, который создавался в пустыне, он был таков, что Всевышний сказал священникам, что он будет раскрываться при принесении воскурения. Мы с вами читаем «И говорил Бог Маше после смерти двух сыновей Аарона, скажи Аарону, брату бы ему, и пусть не входит во всякое время святыню за завесу». То есть святая святых перед лицом крышки не встает перед крышкой Ковчега Завета, на котором изображены, сделаны объёмные изображения двух ангелов, смотрящих друг на друга, распространяющих крылья, и не умрёт. «Ибо в облаке я буду показываться над крышкой». То есть Всевышний обещает, что в момент воскурения произойдёт раскрытие. Зримый образ, незримый образ, но у человека обязательно возникнет ощущение, совершенно чёткое ощущение приближения к Творцу. «С этим пусть войдёт Аарон в святыню, и возьмёт он полный совок углей, пылающих, и полный упрекочный воскурений, и страп размолотых внесёт за завесу, и положит воскурение на огонь перед Богом, и покроет облако, крышку, и не умрёт». Это не приведёт к смерти первосвященника. И дело не в том, что первосвященник увидит Всевышнего, и от этого он умрёт здесь несколько, совершенно всё по-другому. Он приносит воскурение, и это даёт ему возможность приблизиться ко Всевышнему, и тогда Всевышний ему раскрывается. Мы видим с вами пример в Гемаре, в трактате «Брахот», как это происходило во втором храме, когда шхина уже не была столь сильной, как в первом храме. И всё равно мы видим, что раб Ишмаэль рассказывал, который был последним первосвященником второго храма, он рассказывал. «Однажды в Ёмку-Кипур зашёл я в святая святых, чтобы принести воскурение, и увидел я Акатриэля, ангела Бога Воинств», ангела высокого очень уровня, его имя образовано от слова «кетер», «корона», и вот он видит этого ангела, который сидит на престоле, и сказал он мне, «Ишмаэль, сын мой, благослови меня». «Сказал ли я ему, да будет желанно перед лицом твоим, чтобы милость твоя поворола гнев твой, и покачал он головой, знат согласия». Так записан в Брахот на седьмом листе. И вот исходя из этого момента, мы можем представить себе страстное желание Узиягу войти в храм и принести воскурение для того, чтобы ощутить близость ко Всевышнему, после того, как человек, за которым он как бы держался, который давал ему приближение к духовному миру, пророк Схарья ушел из жизни. То, что мы можем еще с вами сказать про царя Узиягу, мы знаем, что он оставшуюся жизнь прожил за Ирушалаймом, так как был поражен тем, что мы сегодня рассказали про Каза. На самом деле эта болезнь только похожая на проказу, названная в Турицарах. Могила Узиягу находится на горе Зитим. Она обнаружена была там еще в период турецкого владычества в земле Израиля. И таблица, которая ее закрывала и которая говорила, что здесь покоролен царь Узиягу и говорила о проклятии всем тем, кто пытается встретить эту могилу, эта таблица находится сегодня в Турции в одном из музеев, а в музее Нарушалае, в музее Израиля, находится только ее копия. На гору Зитим царь Узиягу был перенесен, по всей видимости, в еще в эпоху первого храма, когда Ирушалайм начал расширяться и начал подниматься на гору Цион, охватывая ее всю. Могилы царей, которые находились на горе Цион, были вынесены за пределы Ирушалайма, в то время за пределы города, на гору Зитим. И здесь картина Рембрандта, которую мы можем представить, который изобразил царя Узиягу, естественно, в тот период, как мы можем заметить по его лицу, уже после того, как он был поражен цараат, болезненный цараат, запрещающий человеку проживать в городе, окруженном Скиною, проживал за Ирушалаймом. Нам не важно то, что как бы все одеяния, украшения, естественно, они относятся к периоду самого Рембрандта, а не к периоду царя Узиягу. Мне кажется, это интересно тем, что Рембрандт, как и в других случаях, он очень хорошо проник в образ царя Узиягу. Это человек праведный, который не бунтует против Всевышнего, который пошел на поступок неожиданный для него самого, потому что душа его темнулась ко Всевышнему, но, будучи наказан, он принял на себя наказание, он размышляет о том, что он сделал, он размышляет о том, как нужно было поступить, он понимает, что его поступок непоправим и привел к большим трагедиям, как в духовном, так и в физическом мире. Я напомню, что в тот день, когда он вошел в храм, было землетрясение, и можно представить себе, что сотни людей погибли в своих домах, которые были разрушены сотрясением земли, и в этот же день Ишаягу увидел картину Шхины, которая по божественному присутствию, которая начинает оставлять храм. И в этот момент я готов остановиться и предложить вам задать вопросы, как я и обещал. Если будут вопросы, очень хорошо. Если нет, нам придется двинуться дальше. Я, по крайней мере, должен исполнить свое обещание. Если кто-то хочет спросить, есть возможность поднять руку или написать через чат. Окей, я не вижу в зале оживления. Давайте мы пойдем дальше. И следующий момент, он может покажется вам неожиданным, но он как введение к нашему дальнейшему разговору. Это, на мой взгляд, очень интересная картина Бориса Шатца, основателя Бипсалеля. И я бы хотел задать вам вопрос. Что здесь изображено? Изображен переписчик Торы, Соферстан. Изображен свиток Торы. Изображен человек. Или, может быть, изображен Всевышний. Или, может быть, изображен взгляд человека. Или взгляд Всевышнего. Что вам представляется из этих посылок наиболее правильным? Может быть, переписчик Торы, потому что у него книга перед ним. И этот пергамент перед ним. То есть он что-то, чего-то переписывает или сверяет? Безусловно. Безусловно, это переписчик Торы. И все же мой вопрос остается правомерным. То есть... Но он не может быть изображен никаким образом. Я попрошу вас обратить внимание на рамку. Она играет здесь очень большую роль. Посмотрите, как она выполнена. Она выполнена, похоже на то, что называется амут. На ту, как бы, табличку, которая стоит перед человеком, когда он молится. И тут сама рамка, она становится частью картины. То есть... Безусловно, это переписчик Торы. И, безусловно, это образ. Художественный образ. Как бы художник говорит, что я не могу изобразить Всевышнего. И я не хочу изображать Всевышнего. Но я хочу создать ощущение его взгляда на того, кто стоит и молится. Может быть, молится за всё общество. То есть сказать, что здесь изображен Всевышний в том случае. Здесь изображен переписчик Торы. Но как бы образ, да, мы можем представить себе, что чем занят Всевышний? Он сидит и пишет Тору, как вы знаете. Это его постоянное занятие. И вот кто-то обращается к нему с молитвой, зовёт его. Он отрывается от своего дела, и он обращает на него свой взгляд. То есть я бы сказал, что здесь изображен взгляд. Взгляд. Не человек, а взгляд. Возможно взгляд, возможно взгляд Всевышний. Вы прощите, почему этот взгляд в сторону, а не прямо? Почему взгляд в сторону? Он взгляд несколько в себя. Он даже не в сторону, он внутренний взгляд. Конечно. Он взгляд человека, который занят своим делом. И кто-то его позвал. И он оторвался. И есть какое-то внешнее беспокойство. Но он ещё не... Он этот взгляд, как бы, это дело, которое он делает, которое он полностью окружён, он от него полностью не оторвался. И теперь после этого момента, может быть, неожиданного, для нас большое спасибо, что вы откликнулись. Пожалуйста, а чья это картина? Это Борис Шац. Борис Шац, основатель Бетсалеля. Довольно известный израильский художник конца 19-го, начала 20-го века. Художник, скульптор. То есть ту цель, которую я преследовал, как бы, попытаться представить с вами видение пророка. Пророк может видеть какой-то образ, но он не представляет себе, он представляет себе, должен, по крайней мере, представлять себе, что этот образ – это только разговор, это слово, обращённое к нему. Он что-то передаёт ему, какое-то ощущение, ощущение того, что Всевышний рядом, что Всевышний смотрит на него. Но это не значит, что у Всевышнего реально есть какой-то образ, и из этого видения пророк не делает вывод, что вот Всевышний выглядит именно таким образом, как он, может быть, его воспринимает. Так же, как раби Ишмаэль, он ни в коем случае не из ангела, который сидит на престоле, из Екатериэля, он ни в коем случае не делал вывод, что таким образом выглядит Всевышний. Это видение нужно только для того, чтобы передать ощущение, ощущение того, что происходит в духовном мире сейчас, в этот момент. Вот взгляд Всевышнего обращён, допустим, взгляд Всевышнего обращён на пророка, если бы это можно было рассматривать как пророческое видение, то цель – передать ощущение того, что взгляд обращён на пророка. Теперь, после этого короткого видения, мы с вами вернёмся к шестой главе, вспомним её, и попытаемся проанализировать. У нас здесь с вами две проблемы. У нас проблема – представить себе, что такое видение, пророческое видение, от чего оно зависит. И вторая проблема – это представить себе понятие духовной нечистоты. И вот мы читаем с вами. «В год смерти царя Узиялу видел я Бога, сидящего на престоле высоком и величеством, и, краня одеждь его, наполняли храм». Мы видим, что божественное присутствие начинает отдаляться, что престол Всевышнего до сих пор как бы стоял в святая святых, и духовный мир, и материальный мир были соединены. Это как бы в том смысле, что человек, идя, передвигаясь по материальному миру, по обычному миру, совершая обычные действия, он чувствовал, воспринимал вокруг всё несколько иначе. Несколько иначе, чем мы. Ощущение близости ко Всевышнему возникало у него по крайней мере время от времени. Ощущение того, что как бы, то есть можно представить себе, что человек, по крайней мере, который находился на духовном уровне, он жил в таком состоянии песни-песни, когда вот душа, она ищет Всевышнего, а он как бы даёт почувствовать себя. То олень пробежал, то облака пролетели, то расцветающий цветок, то виноградник, то яблоня. То есть за каждым, каждым моментом ты чувствуешь духовность, ты чувствуешь руку Всевышнего, одного единственного, который тебя ведёт по жизни, который постоянно рядом с тобой. И вот в образе пророка это престол, который, престол Всевышнего, который стоит на земле. Сейчас он начинает отдаляться. Когда он отдалится, если преступления народу будут продолжаться, он отдалится, и тогда между как бы материальным миром, между миром, в котором остаёмся мы, и миром духовным, миром божественным, возникает перегородка, настоящая перегородка, которую видят и числе в своём видении. Он смотрит снизу, смотрит через небеса прозрачные, но эти небеса они уже являются перегородкой, которая отделяет его от Всевышнего. Здесь пока ещё нет, пока только престол начинает подниматься и отдаляться от храма, а вместе с этим и от всего материального мира. Огненные ангелы стоят перед ним, шесть крыльев у каждого из них, двумя прикрывает он лицо своё, двумя прикрывает он ноги свои, и двумя летает. И взывал один другому и говорил, «Свят, свят, Бог воин, вся земля полна славы Его». Ангелы огненные напоминают пророку, что видение, которое предстало перед его глазами, невозможно напоминать буквально. они как бы хотят сжечь эти образы. То есть эти образы, которые предстали перед его глазами, они вот-вот улетучатся, испарятся из-за этих ангелов, из-за ангелов огня, которые разрушают все материальные формы. И огненные ангелы, этот огонь, который пылает как бы вокруг образа Всевышнего, он напоминает пророку о том, что картина перед его глазами – это нереальный и уж ни в коем случае нематериальный мир. Двумя ангел прикрывает свое лицо, опять же напоминая пророку, что видение, что взгляд обычный, материальный взгляд здесь, недопустим. можно смотреть только силами своей души. Двумя он прикрывает свои ноги для того, чтобы показать, что святость момента, этого момента велика. Он не может открыть как бы свои ноги, и он должен прикрыть их. И два крыла у него, они либо прикрывают тело, либо поднимают его вверх. И опять же, для пророка, для Ишаягу, эти ангелы обращаются один к другому, призывают один другого для того, чтобы сказать, произнести вместе, и говорят, свят, свят, свят Бог воинств, вся земля полна славы Его. Свят – это значит отделен. Святое – оно отделено. И вот Бог воинств, тот Бог, который всё сотворил, то есть сотворил и небо, и землю, и их порождение неба и земли, воинство, всё, что можно представить себе, звёзды, солнце, луну, всё, что связано с небом, и всё, что связано с землёй, деревья, трава, моря, камни, всё это творение Всевышнего, и он отделён от этого творения, отделён трижды. Отделён от физического мира, отделён даже от духовной структуры мира, и отделён от совсем полностью, даже от самого абстрактного представления, которое можно было бы, можно было бы, то есть от самого абстрактного представления, которое можно было бы получить о Всевышнем, исходя из этого мира. Мы, и тем не менее, вся земля полна славы Его. В этом есть некоторые противоречия, о которых мы сейчас поговорим. Можем представить себе здесь, как бы для того, чтобы понять этот момент, понять особенности, нашей традиции, можно представить себе Бенедикто Спинозу, или Баруко Спинозу, который сказал, что Бог – это природа. Его заявление было, скажем, на первый взгляд представляется, простым. На самом деле, в нём есть определённые сложности, высокий философский момент. Он представлял себе природу как нечто бесконечное, как бы, нечто бесконечное, связанное с бесконечностью. Но тем не менее, как бы он не представлял себе природу, допустим, он представлял, что как бы, что и Вселенная бесконечна, и атом, он также, но также его можно представить как бесконечность. И тем не менее, одно его заявление, то, что Бог, Бог – это природа, оно ставит уже, ставит его теорию, его посылку на уровень идолопоклонства. Всевышнему нельзя дать никакое определение. Даже если ты представляешь себе природу как нечто бесконечное, бесконечную Вселенную, бесконечный атом, ты не можешь сказать, что Бог – это природа. Когда ты говоришь, Бог – это всё пропало. Дело, любая рамка, любая попытка оттолкнуться от того, что ты видишь от твоего зримого опыта, от твоих ощущений, и дать через это определение Всевышнему, она не годится. Она приводит к длопоклонству. Во всей видимости, Синоза не мог понять этого момента до конца жизни и не мог понять, почему так на него ополчились, скажем, еврейские теологи. Теперь английская школа Синоза, она как бы продолжила его идею, она сказала, что на самом деле имеется в виду, что Бог – это не природа, а это то самое общее, что есть для всего творения. И это нам не подходит. Любое определение Всевышнего нам не подходит, потому что он свят, он отделен, он отделен и от духовных структур, и он отделен от самого-самого абстрактного, чтобы мы только могли себе как бы представить любая попытка приблизиться к нему, к его пониманию через материальный мир напрямую, непосредственно, она обречена на определение через материальный мир или то, что самое абстрактное есть в материальном мире, и она приводит к идолопоклонству. Идолопоклонству здесь нужно остановиться как бы в скобках и заметить, что идолопоклонством Тора, закон Торы, Рамбан, они называют не поклонение идолу, не то, что человек склоняется перед какой-то статуей, это может быть идолопоклонством, это может быть действием двенужденным, идолопоклонством называется неверное представление о Всевышнем, грубое, ошибочное представление о Всевышнем. И поэтому когда у человека в голове как бы сидит это определение Бог это природа, то ничего не остается сделать, как отнести его к разряду к разряду идолопоклонников. Это свят, 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 отделен, отделен полностью, отделен совершенно, Бог воин, тот, кто сотворил все, он отделен от своего творения, и в то же время вся земля полна славы Его. Противоположная посылка. Он здесь присутствует, он здесь находится, через творение можно понять, ощутить, представить его, представить его величие. парадоксальность, Торы, парадоксальность еврейского мышления, которое вытекает из Торы, и мы можем представить себе ситуацию таким образом, что нету на свете ни одной точки, пространства, на которую ты мог показать все пальцем и сказать, что здесь Всевышний. И нету ни одной точки в пространстве, на которую ты мог показать пальцем и сказать, что здесь Всевышнего нет. А что же происходит? Во-первых, не стоит показывать пальцем. Во-первых, не стоит давать определение тому, чему невозможно дать определение. Всё, что связано со Всевышним, оно выше наших обычных представлений, выше тех представлений, которые мы можем получить исходя из опыта, который у нас есть в материальном мире. Он и присутствует, и не присутствует одновременно. Он находится и не находится здесь, и всё, что связано с ним, оно выше определения находиться, выше определения присутствовать. У нас нету таких инструментов, таких, такого опыта, чтобы можно было описать. Только одновременно, как бы с двух сторон, отделён и не отделён, присутствует и не присутствует. Как говорит книга Зова, и приблизился, и не приблизился, и склонился, и не склонился, и рядом, и далеко. Нужны другие понятия, а может быть, таких понятий не существует, и вот только пользуясь, как бы, идя с двух сторон, и здесь, и не здесь, и тут, и присутствует, и отсутствует, мы можем как-то приблизиться к пониманию свойства Всевышнего, к тому, что, к тому пониманию, что, значит, находится для Всевышнего. Свят, 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 Бог воин, вся земля полна славы. Теперь, и заколебались к сети дверей, от голоса взывающих, и дом наполнился дымом. Облако, оно всегда появляется, когда есть, либо предстоит раскрытие божественного присутствия, либо, когда Всевышний скрывает себя. Мы видим, что на горе Хинай, оно окутано облаком, и из облака вырываются языки пламени, и молнии, и начинается раскрытие божественного присутствия у горы Хинай. Также облако появляется, наполняет дом, когда царь Шламо построил храм, и вносят ковчег завета в храм, то дом, сказано, наполнило облако, и колено не смогли стоять, они должны были выйти, потому что это облако связано с раскрытием божественного присутствия, в нем как бы свет, сильнейший свет, который дает ощущение божественного присутствия, ни один человек не может это выдержать, они выходят из храма. А здесь, когда божественное присутствие начинает отдаляться, так же и в пророке Ихасиэле, когда божественное присутствие отдаляется, уходит из храма, который построил Шламо, там тоже этот храм наполняется облаком. И здесь мы видим, когда вот начало отдаления божественного присутствия, которое показывается пророку, есть это облако, которое скрывает высокий свет, высочайший свет и скрывает его движение и передвижение. И я сказал, говорит Ишаягу, горе мне, ибо погиб я из-за того, что человек с нечистыми устами я и среди народа уста которого нечисты я живу, а царя бога воинств видели глаза мои. Ишаягу воспринимает образ, который предстал перед ним, воспринимает то, что он увидел этот образ, он воспринимает как свой грех. Как это может быть? Вот он пророк, вот он видит образ, и он считает, что это его грех. Давайте на секунду оторвемся от этого текста и посмотрим, что у нас происходит в главе «Берешит». Как меняется восприятие Адама после того, как он согрешил. Мы можем представить себе, что Адам разговаривает со Всевышним напрямую, как мы видим из текста из Медрашин, Всевышний обращается к нему и говорит, что нехорошо быть человеку одному. И Адам говорит с ним, и Всевышний дает ему поручение дать имена животным, и он смотрит на этих животных, он пытается проникнуть в их сущность и дает им имена. Идет общение со Всевышним напрямую. И вот теперь и сказала жена змею из плодов деревьев этого сада мы можем есть. И только из плодов дерева, которое в середине сада сказалось Вышне не езжьте от него и не прикасайтесь к нему, а то умрете. И дальше мы с вами видим, что происходит. Вот женщина взяла плод, увидела, что он хорош, она ест от него, дает Адаму, и открылись глаза их обоих, и узнали, что они наги они, и сшились листья смоковницы и сделали себе опоясание. И услышал голос Бога Всесильного, хотящего в саду в прохладе дня, и спрятался Адам и жена его от Бога Всесильного среди деревьев сада. Раббам Маймонид Марену Набухим он говорит, что значит открылись глаза их обоих. Не может быть, чтобы Адам и Хава совершили преступление и получили награду, то есть их понимание расширилось, их видение мира расширилось. Он говорит, что открылись глаза их, как бы нижние глаза. Материальные, а глаза верхние, духовные, то есть способность воспринимать духовный мир, они закрылись полностью, или частично эта способность воспринимать духовный мир была ограничена, то, что открылось это видение окружающего со стороны материального мира, а со стороны духовного мира они перестали воспринимать так четко окружающий их мир. И услышали голос Бога всесильного хотящего в саду в прохладе дня. В прохладе дня и Раши, и другие комментаторы Мальбим, они говорят Руо Хайом в две-три дня, это имеется ввиду солнце, движение солнца, как бы Руо Хайом дух дня, это движение солнца, передвижение солнца, и Адам начал воспринимать Вседышнего как свет, который исходит от солнца или по крайней мере ассоциируется с этим светом. То есть для него Всевышний уже находится не повсюду, а он передвигается вместе с солнцем, или свет Всевышнего передвигается вместе с солнцем, или как бы солнечный свет является несущим для света Всевышнего, и в любом случае божественное присутствие ассоциируется с движением солнца. И спрятался Адам, и жена его от Бога вселенного среди деревьев сада, разве до греха могло прийти в голову Адаму спрятаться в деревьях сада? Разве он мог подумать, что от Всевышнего можно спрятаться? Конечно же нет. И желания такого у него не было. И он понимал, что и возможности такой нету. Вот он повсюду, Всевышний, и в 139-м Псалме описывается, как Адам воспринимает Всевышнего повсюду. И если он летит на луче солнечной цари, то правая рука его ведет, левая его сдерживает, он как бы пытается погрузиться в ночь, в темноту. И ночь становится для него светом, то есть везде, повсюду, в темноте, на свету, везде божественное присутствие. И когда ты летишь, мтишься на солнечном луче, Всевышний все равно он впереди тебя и он все равно посади тебя. Не было такой мысли. То есть мы понимаем, что с грехом изменилось восприятие Адаму. То есть грех привел к тому, что Адам перестал воспринимать Всевышнего повсюду, и он начал воспринимать его совершенно иначе. Было ли это идолбоклонством? Трудно сказать. Можно не давать таких определений, но в любом случае это уже искаженное не то восприятие Всевышнего повсюду, везде, которое было у Адама раньше. Я вижу две руки, я постараюсь передать слово. Вот я нажимаю на руку, и я, мне кажется, я пытаюсь дать слово. Не знаю, я могу попросить здесь, Натане, попросить Минахин, я могу попросить помочь мне дать слово человеку, который поднимает руку. Мы сейчас про кого говорим? Я Михаэлю Польскому пытался дать, уважаемому Михаэлю. Михаэль, вы можете говорить, нет проблем. Он выключил снова микрофон. Михаэль, я выключил ваш микрофон, когда он не закрашен, а вы опять нажали, и надо нажимать на краску. Когда он не окрашен, значит, он у вас сейчас вы можете говорить, и мы вас будем слушать. Да, я говорю, да, меня слышно? Даже видно, даже видно, да, да. Дело в том, что я не поднимал руки, это показалось. А, окей. Так, все, с одной рукой кончили, идем дальше. Дальше Дальше вот Пикелеш человек, окей. человек по имени Пикелеш. Да, да. Дорогой Рикардос, вы можете говорить. Так, он опять закрыл, я опять открыл. на самом деле, Рикардос... Слышно? Ослышите? Да, да. Здравствуйте всем. Салом всем. Это, знаете, просто мы хотели на вопрос ответить, ну, не на вопрос, а с картиной, то есть, где цифер переписывает. цифер, но уже как бы прошло, уже как бы прошло уже, но если не поздно еще свое мнение сказать, да? Да, да, Не поздно, да? Ну, в принципе, мы его там написали, как могли, как могли на своем алфавите. Ну, такое было просто тоже взгляд, да, действительно взгляд, взгляд, очень важный, именно запечатлен взгляд, именно та рамка, все это, что как колонны, да, в храме, вроде как все оформлено, и вот это именно взгляд, что когда человек занят, он в очках, да, он в очки, да, очень главный элемент очки, он когда занят, и он пишет, и в принципе, цифер, когда переписывает, ему он даже голову не поднимает, он всегда, он очень, чтобы не ошибиться, он будет писать и писать, а когда, если что-то отвлекает его, это только должно быть что-то очень важное, и я просто говорю к тому, что важнее человека, для которого пишется Тора, да, и вот именно что он поднял очки, и взгляд как бы в будущее, в человека, пишет оригинал, Тора, Тора же, это оригинал человека, а в написанности Вышним, и переданное через Моше, Моше, а уже сам человек, и как бы его копия, может быть, не совсем сейчас точная, Моше Ромбок, это как бы очень интересно, то есть Вы, то есть Вы хотите сказать, Да, взгляд такой очень, очень такой внимательный, поднял взгляд от оригинала, и взглядывается в будущее, чтобы увидеть, соответствует, будет ли человек, или действительно он такой, или правильно он его, он как бы смотрит в будущее на человека, и пишет по тому человеку, вот этот взгляд именно. Замечательно, то есть Вы хотите сказать, что он смотрит не потому, что его кто-то подстал, а потому, что он сравнивает как бы, да, оригинал с тем, что получилось только человеком. Замечательно. Да, тем, что получилось. Окей, замечательно. Я прошу прощения, что не дал вам вовремя слово. Ничего. Это как очень напряженный момент. за то время, за то время, да, немножко поменялось. Ну, как бы, сразу ответ был по-горячему, может быть, не такой глубокий для меня, для нас с мужем, а мы просто вместе с ним. А просто уже потом, как бы, немножко еще и уточнивлись некоторые детали, что именно вот в будущее, вот в том человеке, он вглядывает, он вглядывает в человека Израэль, в Израэль тот, который должен потом это к этому тоже получить. Да, ну, ладно, спасибо. Нет, прекрасно, прекрасно. Я представил себе так, что он отвлекается на молитву, когда его кто-то зовет, а вы говорите, что он сравнивает оригинал как бы с человеком. Он писал, писал, устремляет взгляд, устремляет взгляд на человека, как бы, говорит ему, ну, каков ты, насколько ты соответствуешь. Очень здорово, замечательно, прекрасно. Наше дело это подумать и попытаться себе представить. Теперь у нас есть Злата. Натан, мы можем дать Злате слово. Дорогая Злата, вам дано слово, пожалуйста, говорите. Я Злату не слышу. И я тоже не слышу и не видно. Ну, хорошо, дорогая Злата, вы можете написать в чате свой вопрос, а я его отзвучу. Так, с этой рукой мы тоже покончили. Хорошо, хорошо. Не помню. Инар Хемен, хотите ли нам что-то сказать? Да, буквально два слова. Вот, пожалуйста. Если не то, не представляется, что Рикард Четелес точно поймала, но, может быть, я очень точно выразила, это называется по-русски «вгляд себя». Это «вгляд» не механического переписчика от поры, а человека, переписывающего условно от поры, но одновременно участвующего в творении этого мира, в сотворении, месяца со Всевышним, что, собственно говоря, он нам заповедовал. А вот вопрос у меня вот такой, если позволите. Да, пожалуйста, конечно, конечно. Знаете, так сказать, конечно, в русском языке, и на еврейском, и на английском достаточно слов для того, чтобы объяснить все и про все. если говорить о семантике, если говорить о смысле, то это же один из главных вопросов, который возникает у всех, кто пытается пойти, что рассчитывает. Как возможно присутствие Всевышнего во всем, везде и всегда? как возможно совместить с бесконечностью его и безграничностью его? Как эту безграничность можно совместить со словами о том, что Всевышний ограничил себя изначально для того, чтобы дать место своему творению и материальному миру, и продолжает ограничивать себя, так сказать, удаляет себя от этого мира? И когда мы говорим Кадош, 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 и понимаем при этом ограниченность, отграниченность, отдельность от, как это совместить с Всевышним все же присутствует во всем, везде и всегда? Спасибо. Замечательный вопрос. Замечательный вопрос. Давайте мы пытаемся представить так. Естественно, с этим понятием может справиться только еврей, который обладает парадоксальным мышлением. Пример парадоксальности мышления я попробовал писать в одной своей книжке на таком очень житейском бытовом примере разговора, послушанного мной на улице. Два человека пожилых идут по улице, разговаривают на смеси идыша и грита, что было в 48-м году, как в 67-м, и вдруг разговор переходит на острые тона. Я не совсем уловил конфликт, но один из них говорит ему, да ты же апикорос, ты же неверующий, хилони. Оба бескипы. И тот, которому были обращены эти слова, он покраснел, и он ему говорит, а ты знаешь, почему я хилони, почему я неверующий? Потому что такова его воля. И понимаете, это парадоксальность еврейского мышления, это очень серьёзный момент. Давайте мы представим себе, представим себе, как бы всё легче опознаётся в сравнении. Вот это утверждение, еврейское утверждение, что может быть, не может быть, есть связь с бесконечным, её не мог принять древний мир, никто. Особенно острый конфликт у нас возник с Грецией, когда и греческая мифология, и греческая философия особенно она как бы осознала философу, о чём идёт речь, о связи конечного и бесконечного, и философия во всех своих проявлениях, можно привести много примеров, она отрицает возможность связи конечного и бесконечного. Для Аристотеля это бесконечная цепочка ангелов, причин, одно является причиной другого, для, скажем, для Зенона это просто утверждение, что это невозможно, он говорит, что я, всё, что я не понимаю, не существует, то есть как бы я не буду говорить о том, что не может существовать, что невозможно понять его через материальный мир и так далее, и так далее. Греческая философия приходит к тому, что невозможно прямая связь и значит невозможно пророчество, разговор Всевышнего бесконечного и бесконечного человека. и как бы то, что мы видим, наши мудрецы представляют себе наш конфликт с, скажем, с греческой культурой, это отрицание греческой культуры пророчества, скажем, в этом плане. Теперь ещё один момент, может быть, для того, чтобы представить себя как-то, что мы представим христианство в отличие, скажем, древнего мира, если так можно сказать, оно восприняло еврейскую идею, взяло её и пошло на то, что как бы признало связь конечного и бесконечного и на Никейском соборе разбирался вопрос, человек это Бог или это человек. То есть мы можем представить себе, что представили христиане, что вот есть человек и есть Бог и между ними есть ниточка или это как бы два сообщающихся сосуда, и вот теперь надо решить, это одно целое или не одно целое. А что мы говорим по этому поводу? А мы ничего не говорим. Мы на этот вопрос молчим. Мы на этот вопрос молчим. Это вопрос, который не укладывается в вербальное описание. Это вопрос, на который можно ответить только и да, и нет одновременно. Так же, как мы говорим здесь, и отделён, и в то же время присутствует, потому что вся земля наполнена славой его, и представить себе его невозможно через материальный мир, и оторвать его невозможно от материального мира, и то, и другое, и то, и другое одновременно. И если от этого как бы отойти, то не остаётся. теперь мы можем представить себе, можем представить себе, что у нас есть имя Всевышнего, наиболее святое, четырёх буквенное имя Всевышнего, все остальные имена, которые там, скажем, обладают святостью, 72 буквы и так далее, они выводятся, как бы происходят из этого имени. И у нас, опять же, здесь парадоксальная история. Нам это имя известно, открыто, но мы не имеем права его говорить. Что это означает? Что это имя, оно как-то хотя бы отдалённо оно указывает на сущность Всевышнего. А сущность Всевышнего невозможно определить словом. Поэтому не говори, не произноси это имя, ты его должен знать как указание, как знак, как связь прямая и непосредственная со Всевышним, но в слово ты его обличь не можешь. И так в каждом и каждом и каждом и каждом моменте. Может быть, здесь, раз уж у нас возник этот вопрос, можно затронуть ещё одну строчку из Ешаяву, из Ешаяву, которая разбирается в Зоору, в ведении Зоора. Ешаяву говорит, поднимите ваши глаза и посмотрите, кто сотворил все эти. У Зоор это вызывает вопрос. То есть, вроде бы, всё нормально, как бы, да, поднять глаза к звёздам и через них представить себе величие. Но пророк уж больно прямо говорит, посмотрите, кто сотворил всё это, как будто можно через звёзды прямо увидеть Всевышнего, его образ или как-то ещё, посмотрите, кто сотворил вещи. И тогда Зоор говорит так, что слово, слово кто, кто сотворил это, оно является именем Всевышнего. Ми Бара Эли Ми это кто это имя Всевышнего. Как вопрос может быть именем? Мы представляем себе, что вопрос действительно может быть именем. Если ты постоянно задаёшь этот вопрос, то ответ приходит к тебе, но опять же он приходит не на вербальном уровне, не в виде какой-то информации, изложения, он приходит на уровне души. И как бы не случайно здесь мы можем представить, что это слово ми, кто, оно по гематрии, по числовому значению, оно равно пятидесяти. Это как раз те самые пятьдесятые ворота, в которых стоит Маше, поднявшись на гору сна, и в которые он не входит, не может войти. То есть разговор о Всевышнем, о самом Всевышнем, кто он такой. И это не укладывается ни в какие слова, не выкладывается ни в какие понятия. Мы знаем только одно, что он здесь, что у нас есть прямая непосредственная связь с ним, и что эта, скажем, связь, она не укладывается ни в какие материальные, ни в какие материальные представления. Ты его не можешь представить как ниточку, ты можешь представить как сообщающиеся сосуды, бесполезно задавать этот вопрос одно целое или не одно целое. Эта конкретизация, она ни к чему не приводит, кроме как к идолупоконству. Это вот как бы то, что... Спасибо, Зевер. Может быть, вам будет интересно к вопросу о возможности коммуникации бесконечного с конечностью. Я просто образование математик. Мне это очень понятно, что это возможно и безусловно. равно как существует изомархизм между всей прямой бесконечной и любым конечным отрезком. То есть можно устроить взаимно назначенное соответствие между каждой точкой напрямой бесконечной и точкой на отрезком. Поэтому взаимодействие бесконечного с конечным, во всяком случае в этих терминах, возможно. Я в своем вопросе тем менее благодарю вас за ответ очень интересный. Но я имел ввиду другой вопрос. Суть понятия, что Всевышний безграничен. А если он безграничен, как он может себя ограничивать? Если мы говорим, что есть человек, а вне него Бог, значит мы Бога ограничиваем человеком. Это уже понимаем, но если вы заметили, я специально как бы ушел от этого представления, представления Медраша, который появляется в Медраше, что Всевышний собрал, кстати, не Всевышний себя ограничивает за Медраж, а он собрал вокруг себя свет. То есть если мы будем говорить что-то о Всевышнем, то нам не следует говорить о Всевышнем, нам не следует говорить о бесконечности, лучше гораздо и правильнее говорить о свете бесконечности. С этим мы можем оперировать что-то, но ни со Всевышним нет бесконечности. И Медраж как раз говорит, что Всевышний собрал вокруг себя свет. Я бы представил это таким образом, если пользоваться образным математическим мышлением, то можно представить себе белый лист бумаги, на котором поставили точку, черную точку. После того, как на нем поставили черную точку, этот лист перестал быть белым, он стал другим. То есть то пространство, которое вокруг этой точки, оно взаимодействует. В духовном мире есть такое понятие, что ничего не исчезает. После того, как мы поставили эту черную точку, мир, соответствующий этому абсолютному белому листу, он продолжает существовать. Но он просто не в поле нашего зрения. Не в поле нашего зрения нам трудно сказать, где он, что он, как там происходит. Поэтому представить себе буквально, что Всевышний ограничил, это можно только, если читать медраж, и это не совсем правильно, потому что медраж, он рассчитывает на твое понимание, на дальнейшее твое углубление. Всевышний ограничил свой свет, собрал вокруг себя свет, и все перешло в другую плоскость. А что с ним? Ограничен он себя? Не ограничен? Низи одному ему известны. Спасибо большое. С огромным удовольствием. Я очень рад тому, что у нас сегодня есть вопросы. Я чувствую какую-то связь с аудиторией. Я вам должен сказать, что когда этой связи нету, я встаю от компьютера полностью выжатый, полностью. Не понимаю этот эффект, но разговаривать с компьютером гораздо труднее, чем разговаривать с аудиторией. Так что вы мне очень помогли. И дальше те несколько минут или две минуты, которые у нас остались, я хочу вернуться к Ишаяу. И теперь, я думаю, нам будет более понятно, будет понятно, почему он говорит «И сказал я горе мне, ибо погиб я из-за того, что человек с нечистыми устами, я и среди народов с устами, которые живу я, а царя Бога воинств видели глаза мои. Моя вина, что я видел. У меня есть нечистота. О том, что такое нечистота, мы попробуем с вами говорить, нам одну минуту оставшись и не хватит. Но сейчас мы представим себе, что Ишаяу он берет вину на себя. Всевышний дал мне что-то, он дал какую-то информацию, он дал какой-то свет, свет, который не должен иметь, не должен был сложиться в какой-то образ. Я не должен был видеть образа. Может быть, в лучшем случае оттенки света, может быть, в лучшем случае какую-то радугу, переплетающую, где свет переплетается и соединяется вместе какой-то свет. Но не образ. И то, что я видел, образ, это моя вина. Есть дающий и есть воспринимающий. И дающий это Всевышний, а воспринимающий это пророк. И пророк должен быть готов к восприятию того, что ему дается. Если он не готов, если он ошибся, это его вина, и вина непростительная. Вина непростительная. Ошибки в духовном мире Всевышний и к ним относятся совершенно по-другому. И вот наша дальнейшая задача продолжения этого разговора это понять все-таки что произошло. Ошибся действительно Ишаяву или он только подумал, что ошибся. И с этого мы начнем наше следующее занятие. И огромное просто спасибо всем, кто взял на себя труд и смелость задать вопросы. Я вижу, что у нас есть еще поднятая рука Михаила Калмановича. Если Натан нам поможет, мы дадим ему слово буквально на одну минуту. Нет проблем. Дадим слово Михаилу Кальмановичу на одну минуту. Добрый день. Давид, выключи пожалуйста. Я прошу прощения. Маленький вопрос. Мы видим, что они видят, что он видит Серафим. Скажите пожалуйста, это показатель уровня видения или нет? И именно с этим связан образ? Или еще более высокий уровень пророчества? Короче, Серафим, это критерии уровня пророчества или нет? Я думаю, что да. Есть здесь несколько критериев. И один из критериев или признаков, потому что это очень высокий уровень пророчества, выше, чем у Ехаскиеля, чтобы не обидеть пророка, он заключается в том, что во-первых, здесь нет образов животных, здесь все образы человека, все говорит, все понимает, ничто не угрожает, а то, что они Серафим огненные, понятно, что они как бы, они, если так можно сказать, они близки ко Всевышнему, и они постоянно сгорают и постоянно рождаются заново, и это как бы их материя, и их образ человека, он, да, указывает на высочайший уровень пророчества. Я бы не хотел вдаваться в подробности, там, скажем, какие миры, и называть их, это нам сейчас мало что даст, гораздо важнее представить себе реалии, что Ехаскиеля, это Всевышний отделен перегородкой, небесами, он как бы уже поднялся за небеса, под ним ангелы с ликами животных, угрожающие, не совсем все понимающие, что происходит, это другой уровень по сравнению с тем, что мы видим здесь. Понятно, спасибо большое, спасибо. Еще раз большое спасибо всем участникам, мы, к сожалению, должны освободить с вами экран, и я очень надеюсь с вами на следующую встречу. Окей, Эпжев, огромное спасибо всем участникам тоже мои 5 копеек 50 центов, не знаю, стоит ли 5 копеек 50 центов, но тем не менее, значит, поскольку наши занятия постепенно, во всяком случае, в форме, они становятся похожи на то, как они подразумевались в видеоконференции, я написал в чате, а сейчас это озвучиваю. Есть еще один мод, который очень для этого подходит, называется мод видеоконференции, надо два, кликнуть на окошко, там, где представляется видео лектора. Если вы это сделаете, то увидите, тогда весь экран как бы переходит, ну, типа телевизора, скажем, и тогда люди могут друг друга видеть, и кроме того, там сверху есть зеленый такой язычок, который позволяет раскрыть отдельно блоки чата и участников. Это первый момент. Второй момент, очень желательно, чтобы люди обзаводились о видеокамерах, чтобы можно было людей наблюдать. И второе, большое пожелание для тех, кто активно участвует, это очень хорошо, иметь, по-русски, по-моему, называется гарнитура, и на наушники с микрофоном, тогда качество гораздо лучше. Все, я быстро кончил техническое вступление. Уважаемый лектор Юрий Линец всех ждет в своем кабинете. Все, до свидания, счастливо, всем пока. Спасибо большое за урок. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok